В зале заседания собрались многочисленные родственницы подсудимого. Женщины не верят в виновность глухонемого родственника. Все полчаса, пока заседание ждала сурдопереводчика, для обвиняемого женщины лили слезы. Вы будете участвовать в поделах в качестве сурдопереводчика. Вы должны переводить правильно. В случае заведомо ложного перевода, вы будете привлекаться к уголовной ответственности. После подготовительной части судебного разбирательства подсудимому оглашают обвинение. Вначале незаконно для того, чтобы установить все обвинения на качестве сурдопереводчика высшенного маниклана в особую крупную размеру общим весом 1 кг 104 грамма 8,8 грамм. Из них 34 грамма 45 мг на качестве сурдопереводчика высшенного маниклана сурдопереводчика подпиши галамин дось. А остальные части, на качестве сурдопереводчика высшенного маниклана в особо крупном размере, весом 1 кг 70 грамм 43 мг в целях, дальнейшее сбыто незаконно хранил у себя дома. Подсудимый с обвинением согласился частично, заявив, что ему есть что сказать в суду. Он сейчас будет давать показания? Желаете? Инвалид по слуху рассказал, что наркотик ему дал некий сотрудник ГАИ, имени которого подсудимый не знает, но может дать адрес оборотня в погонах. Якобы сотрудник правоохранительных органов и заставлял подсудимого торговать смертельным зельем. Причем покупателя он искал, рассылая смс-сообщения на мобильные телефоны своих знакомых. Правда, выручка от торговли выдалась небольшая, всего 8,5 тысяч тенге, из которых только 2 тысячи достались глухонемому наркоторговцу. Остальное, по его словам, отнял тот самый полицейский. У подсудимого на иждивении находятся малолетние дети. Последние несколько лет глухонемый мужчина был безработным. Судебное следствие продолжается.